Аннет, привет! Привет! Давай сразу договоримся, мы же давно знакомы, мы будем на «ты» с тобой, да, как в жизни, так и в эфире. Ну вот уже вся страна, мне кажется, потихонечку приходит в себя после новогодних праздников. Возникает вопрос, как, скажем так, пережила этот период, потому что всё-таки одно дело год, когда действительно у тебя большая занятость и то и сё, а здесь вы вот уже оказываетесь один на один. Я бы хотела сказать, что вообще период после новогодней, так же, как и совместная отпуска, это сложный период для семейных отношений. Почему? Потому что в тех семьях, где люди на протяжении года решают свои проблемы исключительно одним способом, то есть избеганием друг друга, отдалением друг от друга, я не буду ничего... Прикрываясь работы. Очень часто непроговорённость в течение года, отсутствие совместных положительных эмоций в течение года приводит к тому, что как раз в Новый год всё это начинает как бы бурлить. И очень многие люди начинают впадать в такой огромный объём претензий. Самое большое количество увольнений, то есть заявлений об увольнении после Нового года и очень высокий процент подачи заявлений в ЗАГС на развод. И, конечно, это говорит о ситуативном таком состоянии, когда эмоции переполняют. Проходит неделя, люди опять встраиваются в свой обычный режим, и вдруг они понимают, что, слушай, у меня вполне себе хороший партнёр. Но, смотри, мой вопрос был всё-таки про тебя лично. Как пережила? Потому что ловко ты так ушла в общие темы. Тем не менее, смотри, а вот тебе-то удаётся в течение года как раз не терять связи с партнёром, чтобы в новогодние праздники не было вот такого откровения? Надо спрашивать партнёра. Мне удаётся, это очень эгоистичная позиция. Мне кажется, что мне удаётся, но надо спросить у моего мужа, потому что, может, он скажет, слушай, ты там в своих галлюцинациях сидишь и рассказываешь, а я считаю, что не удаётся. Но, как минимум, к тебе сюда мы приехали вместе, дочка моя смотрит, она обожает, она специально приехала, чтобы с тобой сфотографироваться. Это мы сделаем после эфира, обязательно, да. Самое главное для того, чтобы праздники были эффективными, классными, это о них подумать заранее, то есть запланировать. Запланировать, во-первых, активность, и эта активность должна быть такая, чтобы устраивала всех. Во-вторых, распределить обязанности. Нужно обсуждать, чтобы все члены семьи устраивали такой штаб, где у каждого своя роль, кто за что отвечает. И если есть вот эта синергия в семье, когда ни одна женщина должна всё это тащить, или ни один там мужчина, неважно кто, то тогда как бы становится совсем по-другому. Если нарушен баланс справедливости, если один человек должен делать всё, а другие просто паразитируют на нём, ну, конечно, к концу праздников он будет считать, что нужно что-то менять. Ну, подожди, ты сейчас заходишь на такую очень серьёзную тему, кто паразитирует, а кто всё тащит, потому что, мне кажется, если всех всё устраивает, то пусть один человек всё и тащит, если он на это согласен. Это великолепно. Мне нравится твоя позиция, но вопрос в другом, что тот, кто тащит, он же ведь ещё не умеет определять... Тормозить себя. Да, и умеет чувствовать свои ограничения. Он, скорее всего, человек с высокой тревогой, с очень повышенным чувством самоконтроля. Скорее всего, у него развитая воля, и он привык себя заставлять. Он, скорее всего, очень обязательный, и он перегружается. Часто у него гиперактивность. Но, к сожалению, его психический аппарат при этом не справляется с теми эмоциональными переживаниями, которые у него есть. Он, как бы, не приходя в сознание, в кавычках, вот это всё делает, а в какой-то момент он обрушается, он заболевает. Этот вот гиперответственный, гиперконтрольный товарищ, он заявляет, «Слушай, ну, ты не справишься мне быстрее самому или самой». А вот как тогда ему помочь-то? Тогда мы с тобой имеем дело с человеком, который очень тревожный, он очень боится оказаться слабым. В его жизни, в его прошлом были ситуации, когда он сталкивался с давлением, и он недоверчивый. Поэтому для того, чтобы он себя чувствовал безопасно, он пытается удержать власть. То есть в данном случае такого человека, скорее всего, потребность во власти не для того, чтобы подавить партнёра, а для того, чтобы удержать свою автономию. И тогда ему так и надо сказать, что «Слушай, я вижу, что ты очень стараешься, я тебя очень ценю, я тебя люблю, но я понимаю, что при такой перегрузке мы тебя можем просто потерять». Если ему «повезёт», в кавычках, то это будет паническая атака, а если не повезёт, это «пожалуйста», это инсульт или инфаркт, сердечно-сосудистая история. И, кстати говоря, умение управлять своими эмоциями, умение распределять так свои силы, чтобы ни на кого не злиться и не гневаться, это очень важное условие для того, чтобы не страдать сердечно-сосудистыми заболеваниями. Потому что психосоматика сердечно-сосудистых заболеваний – это вечное возмущение и вечный гнев. Я понимаю, что на самом деле без специалиста не обойтись. Потому что вот там люди слушают, говорят, «Ну понятно, ну ясно, но а что нам делать-то?» – В разных ситуациях по-разному. Сейчас очень много молодых приходит немедленно к психологу. У них первая какая-нибудь такая серьёзная, может быть, даже не ссора, скорее, а несогласие, они немедленно идут к психологу, потому что они психолога воспринимают не как доктора, как те, кому за 45, они считают, что к психологу ходят только не очень здоровые люди. Нет. М-25, М-30, они немедленно идут к психологу, потому что они воспринимают психолога как такого помощника в переговорах. И вот этот семейный системный терапевт, например, семейный психолог – это человек, который, по сути, может перевести с одного языка на другой. А теперь скажи, многих, мне кажется, пугает, что к психологу с семейными проблемами надо идти вдвоём. Это напряжение. Да, это мягко говоря. И поэтому люди отказываются от этого и начинают копить в себе, партнёр в себе там копит, и в итоге случаются конфликты. Вот всё-таки действительно только вдвоём надо идти или начать можно хотя бы одному? К семейному психологу лучше идти, конечно, вдвоём, потому что именно в процессе среза, когда пара приходит, даже по тому, как они садятся на диван, какое место выбирают, кто заходит по позе, ты уже определяешь... То есть психолог уже сразу увидит... Очень много. Я ни разу не была у семейного психолога сама с мужем. Мы ходили к психологу вместе с мужем, но по поводу сына. То есть когда нужно было идти к семейному психологу по детскому вопросу. И я прекрасно помню, вот это моё ощущение, всё-таки такой уязвимости, когда ты приходишь вдвоём со своим близким человеком, и кто-то третий как будто бы всё равно смотрит со стороны. У нас же ведь включаются у каждого свои программы. Кому-то становится страшно, кто-то начинает отчаров. Знаешь, как много людей, которые, приходя к психологу, особенно абьюзеры, они обожают приходить к психологу... Так очаровать психолога, чтобы с ним устроить коалицию. И здесь такая игра, которую такой человек на людях всегда играет. Все вокруг будут говорить, «Господи, как же тебе повезло с мужем!» «Господи, какая у тебя прекрасная жена!» Но закрывается дверь, семья внутри, и там вообще всё по-другому. Можно понять, почему у людей есть определённые опасения. Это уязвимость. Но с другой стороны, при правильном подходе это и огромные возможности. Но я всегда говорю, идите как эксперимент и заведомо договорите, что вы никогда не будете друг друга ничем упрекать, что вы там услышите. Потому что психолог – это не Бог, он может ошибиться. Как вот я прочитал в одной очень умной психологической книжке, что любой человек действует исходя из своих позитивных намерений. Когда я что-то высказываю, я же высказываю не то, что я тебе претензию предъявляю, а я хочу тебе же помочь. Он не умеет определять. То есть у него есть определённая потребность, у него есть определённое желание, и он пытается из лучших побуждений… Опять же вопрос, из лучших побуждений для кого? Для самого себя? Для себя. Мне кажется, исключительно. Да, тогда я с этим психологом согласна. То есть для лучших побуждений для себя я тебе, конечно, скажу, что ты опять не сделал то, что я тебе сказала. Да, да. Вот тут тонкий момент. Мы должны понимать, что есть несколько речевых тактик, которые будут нас всегда с человеком соединять. Это та же самая тактика согласия, тактика комплимента, тактика похвалы. Ну, в семье же это не работает, потому что человек тебя знает прямо насквозь, что называется, если вы долго с ним живёте. Поэтому если ты никогда не делал ему комплименты, и вдруг, боже, какое на тебе сегодня роскошное платье, то, мне кажется, женщина скажет, слушай, что происходит? Что-то не так? Если ты склонен к сарказму, или если в семье ты используешь какой-то инструмент речевой по максимуму, то есть по максимуму, то такое может быть. То есть я сегодня прочёл книжки, и сейчас я 156 раз скажу тебе, чтобы ты поняла, что на самом деле это не так, но я тебя так вот красиво немножко погазлайтию. Если мы всё-таки говорим о том, что это такие здоровые, адекватные люди, услышав такой совет, они понимают, что если я буду всё время человеку либо упрекать, либо выражать недовольство, либо буду подмечать его недостатки, либо буду сообщать ему только о делах, и весь мой разговор с моим мужем превратится в бытовой функциональный разговор по преодолению проблем, то, к сожалению, очень важные аспекты из моей жизни уйдут. Например, сексуальные отношения. А за что можно быть благодарным, когда ты просыпаешься, позавтракал, ушёл на работу, она ещё спит, вернулся с работы, она уже спит, и за что там можно благодарить тогда? Всё зависит от нашего внимания. Если я не вижу ничего, что этот человек делает, я вижу только себя, то, что я встал, а она спала, я пришёл, а она спала, я не заметил того, что было в квартире, я не заметил приготовленного обеда, я не заметил, что этот человек, возможно, решал вопросы с моими детьми, возможно, позвонил моей матери. Если я ничего этого не могу заметить, то тогда мы говорим о том, что это уже отчуждённость и концентрированность на себе. Поэтому, когда мы начинаем что-то подмечать, даже просто подойди к холодильнику, открой, там что-то лежит для тебя приготовленное, вот за это можно. Спасибо большое. Что происходит, когда мы замечаем, за что мы можем быть другому человеку благодарным, мы начинаем к этому человеку а, лучше относиться, б, мы с удовольствием хотим для него что-то сделать, и самое главное, ц, мы перестаём чувствовать себя одинокими. Вот те люди, которые всё время жалуются, что их использовали, истощили, не ценят, обесценили, чаще всего это люди, которые никому ничего не готовы давать. Они привыкли всегда брать, поэтому если случайно они должны что-то дать, для них это катастрофа. И в семье, и в работе, и с друзьями. А как же тогда быть с партнёром, который во всём видит негатив? Ну, если правду говорить, если человек во всём всегда видит негатив, это значит, внутри него есть этот огромный негатив, либо какой-то враждебный его часть, или вечно недовольная, иногда жадная, тогда человек всё время видит, как у других всё хорошо, у него завистливая, много всего может быть. И здесь тонкий момент. С одной стороны, можно попытаться его всегда успокаивать, поддерживать, и находить в других людях хорошее, это неплохая техника. А успокаивать каким образом? То есть говорить, ну, посмотри. Ну, это такая непонятная ситуация, потому что, если он просто тревожится, не сильно внутри него много враждебности, тревоги много, то тогда вы его можете поддержать. Но если внутри много враждебности, когда вы его убедите, что все вокруг хорошие, куда он будет проецировать эту свою злость? О, Боже. Да, и поэтому тогда нужно наоборот находить кого-то, на кого он будет злость направлять. Такие люди обожают смотреть какой-нибудь новостной контент, такой тяжёлый, и кого-то всегда ненавидеть. Им всё равно, на самом деле, кого ненавидеть, но пока они кого-то ненавидят, то близким получше. Поэтому не надо им говорить, не читайте, не надо говорить, не смотрите. Это счастье, то, что они направляют туда внимание, и у них есть на кого злиться. А есть люди, которые очень тревожные. Они посмотрели, они вырвали что-то такое страшное, напугались, сами себя ввели в этот транс. Вот в этом случае тогда нужно прямо договариваться, что давай будем устанавливать время, когда мы отдыхаем. Вообще в семье сегодня, для того, чтобы семья сохранялась, это очень важно. Может быть, просмотр приятного, доброго фильма, может быть, прогулка по ночной Москве. У нас потрясающий город с таким объёмом вообще возможностей, когда ты можешь не тратить деньги, но ты можешь получать удовольствие, потому что много всего. Просто надо для этого выйти, пойти исследовать, и ты много чего найдёшь. Вот эти совместные, приятные переживания укрепляют семью. Ты даёшь какие-то рекомендации, советы. Понятно, что это очень хорошо людей как-то направляет, но в то же время понятно, что надо идти к специалисту. Вот у тебя есть какое-то понимание, личный опыт? Как много людей у нас в стране, в России, конкретно в Москве, сейчас действительно обращаются к психологам? К психологам очень много сейчас обращаются, и будут дальше обращаться больше, потому что люди поняли, что сегодня очень быстрая жизнь, и время – это очень важный ресурс. Люди поняли, что эмоции и настроение – это важнейший ресурс для того, чтобы в этом графике быть эффективным. Люди же не идут от хорошей жизни к специалисту. У меня большая программа повышения самооценки. Кто приходит повышать самооценку? Ведь не просто так он садит и говорит, я хочу повысить самооценку, четко я пойду, найду себе... Нет. Он множество раз сталкивается, что он старается, 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 а когда у него вот-вот должно получиться, что-то внезапно происходит. Начинает замечать, что он сам себя саботирует. Когда должен произойти большой успех и большой результат, он сам к этому успеху не готов. Вот одна из причин. Вторая причина. Человек понимает, что он тяготится людьми. Он перестал хотеть общаться с людьми. Ему в тягость, но при этом он общаться хочет. Вот конфликт. А потом оказывается, что человек в процессе общения с людьми настолько привык под них подстраиваться, и годами он настолько подстраивался. Лучшее место, лучший кусок. Пойдем туда, куда человек хочет. Сделаем то, что он хочет. Что с течением жизни он понял, что любое общение для него колоссально затратно. Люди к этому привыкают, и все хотят общаться так, как им удобно. А откатить уже невозможно. А откатить нельзя. И он начинает уходить от людей. А при этом потребность вообще не есть. Или человек сталкивается с тем, что он вообще не умеет говорить нет. И из-за того, что он не говорит нет, он все время делает не то, что он хочет, а то, что хотят от него другие. Как вот, кстати, правильно ты называешь клиенты, пациенты, друзья? Ну, я психотерапевт без медицинского образования, поэтому я работаю только со здоровыми людьми. Психолог, психотерапевт, но без медицинского. Есть психиатр, это доктор, который работает, когда у человека есть определенные проблемы со здоровьем. Есть психотерапевт, это доктор, который работает, плюс ко всему проходил переподготовку по психотерапии. Поэтому это близкие, но неравные понятия. Я вообще сама пришла в психологию, потому что я очень тяжело болела. И я пришла в психологию, потому что моя психика я просто не справилась с той нагрузкой, которая у меня была. Я была директором предприятия, безумно стремилась его сделать идеальным, очень старалась, слово безумно подходит. И в итоге это очень сильно был удар по моему здоровью. Аутоиммунный сбой плюс тяжелейший ГТР. ГТР – это генерализированное тревожное расстройство. Я стала бегать по специалистам. В общем, я прошла круги ада. Всю мою одну, вторую, третью, четвертую больничную палату можно было обклеить всеми возможными дипломами за мои заслуги. Сколько у меня дипломов и сколько у меня грамот за все – это вот отдельно. Но мне не помогало. Завидовала я той уборщице, которая убиралась у меня в палате. Съев на этом ни одну собаку, я хочу сказать, что когда у человека трудно и плохо эмоционально, когда он сталкивается с тревогой, когда он сталкивается с сильными страхами, когда он сталкивается с подавленностью, не надо бояться обращаться к специалистам. Если ты чувствуешь, что ты пошел к психологу, какое-то время, например, работаешь в том же подходе к агнитивно-поведенческом, но у тебя нет значимых улучшений, это не значит, что психолог плохой. Это значит, возможно, нужно лекарствами поддержать. И то же самое. Если вы идете к врачу, он вам прописывает лекарство, корректор настроения. Не ограничивайтесь только этим. Вам важно работать с своим мышлением. Слушай, ну изнутри же это понять невозможно. То есть невозможно понять, что, ну, наверное, надо еще таблеточек, пойду-ка к нему. Когда у человека тревога, ему плохо, у него нарушен сон, он вялый, он не может встать с постели, у него нет ни на что сил, у него жуткая обидчивость, он все время себя во всем обвиняет. Это уже признаки, что у него депрессивное состояние. У нас осталось не так много времени, и не могу не спросить тебя о такой, ну, я бы сказал, модной теме. Мне кажется, вот когда где-то в соцсетях появляется какой-то новоиспеченный психолог, уж извини, я скажу это с сарказмом, потому что... Это только с сарказмом можно говорить. Очень много шарлатанов развелось в твоей профессии, к сожалению. И вот они говорят, я вам сейчас расскажу, как отстаивать свои границы. Вот мне кажется, отстаивание границ, это вот очень модная тема. Это очень страшно, то, что ты говоришь, это правда. Страшно в смысле шарлатаны или то, что это модная тема? И то, и другое, потому что как раз это и связано. Для того, чтобы получить большую аудиторию, нужно говорить людям только то, что они хотят слышать. Если ты говоришь людям, что вокруг тебя все плохие, а ты такой святой и священный, то тебя будут обожать. Почему это опасно? Потому что каждая первая женщина, заходящая в мой кабинет индивидуально ко мне, мужчинам не так. Мужчины в этом смысле, у меня где-то 30% мужчин, они так нет. Женщины больше подвержены, но и контент такой для женщин, в кавычках, пилится. Говорит, я живу, у меня муж-абьюзер, у меня мать-абьюзер, ну и парочку родственников-токсиков. Конечно же, это про то, что этот человек вообще не в контакте со своей реальностью, которая его окружает. То есть человек нахватался, как, знаете, булимией, сейчас информационная булимия. Все в себя погрузил, все в себе там переварить, ничего не могу, все обратно лезет. Берет это грубо, берет, потому что ему легко кого-то обвинить, потому что это значимые люди, говорят, такие архетипы мудрецов, отцовские фигуры, или наоборот, какой-то роскошный мужчина. Они в это верят, приходят домой и в хлам рассыпают ту жизнь, которая у них есть. А, до такой степени. У меня такие были опыты, когда я приезжала, не буду говорить, какой город, и ко мне приходит очень мало народа. Я такая не могла понять, что. А через 20 минут все стало ясно. Два месяца назад приезжал психолог, с чесом, по-другому не назовешь, рассказал, что если тебе не нравится работать, не работай, если тебе не нравится ходить к родственникам, когда они болеют, не ходи, если тебе не нравится жить с мужем, то не живи. И, естественно, просил всех повышение. Это был 2014 год. Ну, пришли все спрашивать с психологом. Говорю, ну, я же вам давал такие советы, я такие советы не даю. Они говорят, не знаем кто, но вы психолог, идите за свою профессию и отвечайте. Подумай о том, что будет дальше. Потому что дальше психолог не будет платить тебе алименты, психолог не будет закрывать твои потребности, психолог даже на тебе не женится, как бы он не показывал вид, что ты прекрасная. Поэтому всегда сохраняем принцип реальности. Аннет, много всего удивительного ты сейчас рассказал. Я вернусь к тому, с чего начал президент России. 2024 год назвал годом семьи. Как же все-таки сохранить здоровые отношения в семье? Я считаю, что когда говорит президент о семье, об успешной, большой и здоровой семье, он говорит обо всех семьях. По исследованиям, воспитательный потенциал семьи с одним родителем может не уступать потенциалу семьи с двумя родителями. В зависимости от того, какие отношения. Понятно, что полная семья это то, к чему стоит стремиться. Понятно, что сохранение семьи это важно. Даже если это не стопроцентная полная семья по членам семьи, она может быть полноценная по своим качествам. Точно так же, как семья может быть полная по структуре, но люди потом приходят к психологу и говорят, господи, зачем моя мама его терпела? Правда, прикрывалась, что ради нас. А лучше бы не терпела. Поэтому, конечно, очень хочется, чтобы полных семей было больше, больше, чтобы браки сохранялись. И здесь очень важно работать с очень многими сторонами. Аннет, спасибо большое за такой полезный и эмоциональный разговор. Спасибо. Спасибо.